Здравствуйте! Как всегда в это время обзор наиболее заметных новостей недели. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Двойная премия за разгадку тайны пропавшего Ми-8. Глава ТВ готов дать вознаграждение тому, кто укажет местонахождение вертолета. Ранее о таком желании сообщали родственники находившегося на борту саиногорского предпринимателя Сергея Стрельникова. Убийца за рулем отделался пятью годами и миллионным штрафом. Суд вынес приговор Алексею Лебедеву, но он не устраивает родственников погибших. Расплата за некомпетентность врачей. Жительница Абакана Людмила Митсукова 15 лет мучилась от болезни, но медики не могли поставить ей верный диагноз. Для них 7 ноября останется красным днем календаря. В Хакасии отметили очередную годовщину Октябрьской революции. Струны Читхана околдовали немецкую душу. Жительница Оршанова расскажет о своем инструменте в юбилейной рубрике ГТРК Хакасия. История с пропавшим в ТВ вертолетом Ми-8 становится все более загадочной. Напомню, его ищут уже месяц. Хотя, признаются спасатели, сначала они думали, что найдут борт за 2-3 дня. Специалисты уже не прочь обратиться к помощи экстрасенсов и шаманов, а власти республики объявили о вознаграждении за информацию о местонахождении вертолета. За месяц поисков участники операции обследовали почти 60 тысяч квадратных километров. Были проработаны всевозможные версии того, где мог проходить курс Ми-8. Проверяли всю поступающую информацию от очевидцев, которые якобы видели вертолет. Но каждый раз след оказывался ложным. Осмотрены все ущелья и скалы. И на последнем совещании оперативного штаба глава МЧС ТВ впервые попросил передышки. Спасателям нужно привести в порядок технику. Его поддержал представитель Росавиации, чья работа также осложняется сложной метеообстановкой. Однако глава республики Тывана стоял на продолжении наземных поисков. Шулбан Караул заявил, что поможет спасателям с топливом. И более того, готов выплатить вознаграждение за информацию о местонахождении вертолета. Очень большая надежда, прежде всего, на наземные какие-то ресурсы, которые могли бы это сделать. Поэтому объявляю, что тот, кто найдет нам вертолет, мы приз, который обозначаем некое материальное вознаграждение 500 тысяч рублей. Предложение действует до 31 декабря. Причем заплатить правительство ТВ готово лишь егерям и профессиональным охотникам, которые сейчас занимаются промыслом в тайге. И параллельно могут участвовать в поисках Ми-8. Именно знание местности сейчас выходит на первый план. И потому помощь коренных жителей ТВ может оказаться бесценной. В состав каждой группы спасателей мы на борт брали опытных пилотов, ветеранов авиакомпаний, которые здесь летали, и охотников, которые более знакомые, сложные маршруты полета. Как предполагают специалисты, вертолет также могло накрыть камнями, так как местные горы сыпучие. Уже сейчас в местах поиска выпал большой снег, но пока позволяет погода, операция будет продолжена. Это особенно важно знать родственникам людей, находившихся на пропавшем Ми-8. Сразу после штаба глава ТВ встретился с ними и по их просьбе договорился со спасателями взять на борт одного из шаманов. Поиски продолжатся, и это дает надежду людям все-таки узнать судьбу пропавших мужей, братьев и сыновей. В среду Абаканский суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Бывший начальник юротдела городской налоговой Алексей Лебедев пьяный сел за руль своего внедорожника и совершил ДТП, в котором погибла супружеская пара с Перенкиных. В ожидании вердикта многие гадали, насколько беспристрастен будет суд к человеку со связями и положением. Первыми о своем несогласии с решением Фемиды заявили родственники погибших. По их мнению, Лебедев заплатит слишком маленькую цену за совершенное преступление. Константин Кравцов продолжит. За несколько мгновений до оглашения приговора Алексей Лебедев впервые сам просит слова. Публично перед потерпевшими он прежде не извинялся, несмотря на то, что вину свою под тяжестью доказательств признал почти сразу. За знание произошедшего перевернуло мой внутренний мир, стояло след к моей душе. Я перестал спокойно спать. Я приношу свои искренние извинения потерпевшим и всем окружающим. Эта история стала потрясением для всей республики. Юрист налоговой службы Лебедев в тяжелом опьянении на внедорожнике вылетел навстречу. И лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Семейная пара Спиренкиных погибла на месте. Все извинения сегодня родственники погибших считают лишь игрой на публику. Он написал речь заучивая, сказал ее суду, глядя в глаза суду. Он не приносил мне извинения. Он говорил это суду для того, чтобы смельчить свою вину. Во время следствия Лебедев заявлял, что не помнит ни того, как выпивал, ни как садился за руль. К слову, в машине тогда с ним находился школьный приятель, председатель профсоюзов Хакасии Андрей Петров. Он проходил в деле свидетелем. Выслушав доводы сторон, приговор суда Лебедеву 5 лет 11 месяцев колонии общего режима. Плюс выплатить потерпевшим в общей сложности 2 миллиона рублей. Потерпевший, очевидно, в полном шоке от такого решения. На самом деле нет силы сдержать эмоции, потому что я считаю приговор излишне мягким. Просто ужас, просто потрясение от такого приговора. 5 лет 11 месяцев за убийство двух людей, я считаю, это крайне мягко. Мы будем обжалывать во всех инстанциях, естественно. В качестве смягчающего наказания обстоятельства судом признано добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшим, что явилось основанием для применения при назначении наказания части 1 статьи 62 Уголовного кодекса, в силу которой срок наказания не может превышать 2 третей максимального срока предусмотренного санкции статьи. Стоит отметить, у обеих сторон есть 10 дней на обжалование приговора. Алексей Лебедев свою позицию не комментирует, однако вряд ли будет оспаривать, ведь по сути он получил в два раза меньше максимально возможного срока. Прокурор запросил почти 9 лет. Стоит отметить, суд также направил в Москву письмо Михаилу Шмакову, руководителю профсоюзов, для принятия мер в отношении Андрея Петрова, который, несмотря на громкий скандал, до сих пор остается во главе хакасских профсоюзов. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия, События недели. Не исключено, что между Абаканом и Симферополем откроется авиасообщение. Такие перспективы открываются в связи с планами властей сделать авиаперевозки для сибиряков более привлекательными. О развитии региональных перевозок говорили в пятницу на видеоконференции под руководством полпреда президента в Сибирском федеральном округе Николая Рогушкина. В ней принял участие глава хакассии Виктор Зимин. Чтобы сделать авиарынок привлекательным, федеральные власти готовы предоставлять перевозчикам субсидии не только по прямым направлениям, но и по транзитным. По мнению экспертов, это позволит расширить географию поездок. Тот же наш аэропорт может стать транзитным для межсибирских рейсов, например, из Читы в Омск и обратно. А благодаря госсубсидиям билеты на самолет станут более доступны для пассажиров. Есть вероятность, что следующим летом можно будет улететь транзитным рейсом из Абакана в Симферополь. Минтранс Хакассии уже ведет переговоры с потенциальными перевозчиками. А сейчас история о том, как из-за профессиональной несостоятельности врачей можно погубить 15 лет человеческой жизни. Именно столько лет потратила Людмила Митсукова из Абакана, чтобы выяснить, почему у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. За судьбой женщины следила Ольга Стельмах. Людмила Митсукова за многие годы мучений возвращается к нормальной жизни. Сегодня привычная трость осталась дома. Женщина сама привела внучку на занятия в музыкальную школу. А еще четыре месяца назад элементарная прогулка причиняла ей нестерпимую боль. Несколько раз приходится останавливаться, потому что резкие боли. Чем больше двигаешься, тем больнее. Людмилу Митсукову сбил на пешеходном переходе пьяный водитель. Это произошло 15 лет назад. Тогда она собой заслонила от удара дочь. Но сама получила серьезную травму. Далее консультации у десятков врачей городского и республиканского уровня. Диагностировать болезнь в Хакасии так и не смогли. А без этого не ставили на инвалидность. Работать женщина не могла. Выжить материально и эмоционально помогли дети и внуки. Хакасские же эскулапы упорно не признавали свою беспомощность в данной ситуации. При этом мучительные приступы списывали на больную фантазию пациентки. Сейчас это вспомнить, конечно, смешно. А до этого я ведь плакала. Было очень обидно, когда врач говорит, что еще раз придешь сюда, психиатра, вызову и отправим тебя в психбольницу. Первая мысль появилась, что нужно последние свои дни посвятить своим девочкам, чтобы что-то им успеть дать. Можно сказать, мои девчонки оказались первыми моими врачами, которые меня заставили все-таки не лежать и не ждать чего-то. Разобраться с загадочным заболеванием удалось красноярским врачам. По УЗИ выявили неполадки в лимфатической системе, сменили лечение. Улучшения начались буквально на второй месяц. Когда вот такой сильной боли нету, у меня боли есть еще немножечко. Но она слабая и терпимая. Господи, хоть присядку иди. Мне очень легко сейчас хорошо ходить. Не только ходить, но и буквально бегать. Бывшая легкая атлетка при первых признаках улучшения стала участвовать в городских стартах и хоть и в числе последних, но всегда приходит к финишу. Сегодня Людмила Митсукова ищет работу и впервые за многие годы чувствует тягу к жизни. Ольга Стельмах, Станислав Булах, Вести Хакасия, События недели. О новом музее и спортзале просят жители Ширинского района своего депутата в Верховном Совете. После работы на округе народный избранник вернулся с целым букетом наказов. И подробнее об этом смотрите далее. Депутаты Верховного Совета активно включились в работу по верстке бюджета. Впереди долгие процедуры обсуждений и согласований. Однако помимо насыщенной законодательной деятельности, парламентарии по-прежнему находят время и для работы на своих избирательных округах. Так, Валерий Мишанков накануне побывал с рабочей поездкой в Ширинском районе, где принял участие в сессии райсовета. При этом взял на себя приятную миссию, наградил работников автомобильной отрасли благодарственными письмами в честь профессионального праздника. Валерий Мишанков встретился и с жителями района. На депутатский прием пришли с самыми различными вопросами. К примеру, ветеран труда Валерий Аксенов обратился с проблемой общественной, с просьбой о строительстве и реконструкции местного музея. Здание давно устарело. Позапрошлом году экскурсию делал экскурсовод детям с нашего детского санатория. И во время их детской экскурсии при детях провалилась по пояс под пол. Между тем, курорты Шира ежегодно посещают около миллиона туристов. По проходимости, этот музей на втором месте после республиканского. Но из 29 тысяч экспонатов есть возможность выставить лишь две тысячи. Для остальных нет помещений. Валерий Аксенов приготовил даже эскиз. Будущий музей по замыслу активиста – копия дома известного золотопромышленника Иваницкого, оригинал которого до сих пор стоит в селе Чебаки. Впрочем, пока это только мечты. На строительство потребуется порядка 100 миллионов рублей. А сегодня это непозволительная роскошь для республики. Строятся республиканские музеи, на которые уходят практически все средства, которые федеральные деньги и местного бюджета деньги республиканского. Несмотря на финансовые трудности, Валерий Мишанков взял вопрос под личный контроль. Решить его возможно, отметил депутат с помощью программы развития культуры Хакасии, в рамках которой республика выделяет муниципалитетам субсидии. Строительство еще одного объекта с нетерпением ждут жители поселка Шира – современного спортивного зала. У нас в настоящее время единственный район, где нет своего спортивного зала отдельно от школы, только школьный. Поэтому уже лет пять назад был постоянно просто строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Ответ депутата порадовал. Физкультурно-оздоровительный комплекс Шира начнут возводить в 2016 году. А годом ранее в районе появится футбольное поле с искусственным покрытием. Футбольное поле поставляется с Москвы, деньги оплачены. В ноябре месяце должны его завести. И в мае месяце, потому что по технологии, минусовой температуре невозможно монтировать. И в мае месяце он будет сделан. Следующей остановкой стал детский сад «Березка» в Туиме. Валерию Мишанкову провели экскурсию по дошкольному учреждению. Сегодня его посещает практически 200 детей. Об устройствах помещений воспитатели занимаются сами. Верховный совет помог обустроить туалетную комнату сантехникой. Поговорить с депутатом захотел весь коллектив детсада. Наболевшие проблемы все те же, что и в других сельских поселениях. Нет освещения, не хватает детских площадок, перебои с пассажирскими перевозками. Валерий Мишанков пообещал посодействовать в решении этих вопросов. Депутат от партии «Единая Россия» посетил еще одно социальное учреждение. Это Туимский психоневрологический диспансер. Интернат рассчитан на 600 человек, практически все места заняты. Здесь наблюдаются пациенты со всей Хакассии. На протяжении многих лет Верховный совет сотрудничает с лечебным заведением, помогает в решении острых проблем. Работа ведется постоянно, совместно. Рассчитываем на поддержку и дальнейшую. Перспективы учреждения. Мы планируем строительство живого корпуса на 200 мест в ближайшее время. Надеемся на поддержку, что будет выделено финансирование из республики. Это далеко не последний визит Валерия Мишанкова в Ширинский район. Встречи с жителями проходят регулярно. Тем более, что эта поездка показала – работы еще много. Несмотря на то, что официально 7 ноября – больше не красный день календаря, самые преданные ленинцы до сих пор чтят день, когда случилась Октябрьская революция. Как эту дату отметили в Абакане, увидел Виктор Лошников. В Хакассии в большинстве городов и районов прошли митинги и возложения цветов к памятникам Владимиру Ленину, организатору Октябрьской революции. В республиканской столице на церемонию возложения цветов пришли всего полтора десятка ветеранов – сторонников Коммунистической партии, для кого имя Ленина и его главное дело – Октябрьская революция до сих пор является самыми важными событиями XX века. Власть образовала социальные справедливости. Я считаю, что сколько лет мы прожили при советской власти, это была та власть, которая удовлетворяла народ, удовлетворяла в полной мере. Я считаю, что мы жили так, как бы хотелось сегодня многим жить. Ностальгия по прежним временам, по многотысячным демонстрациям, которые проводились во всех городах и райцентрах, Главное шествие проходило в Абакане на Первомайской площади. С трибуны выкрикивали призывы, утвержденные высшими правителями страны, членами Политбюро, ответные возгласы «Ура», «Энтузиазм» – все это было. Вы знаете, большинство шло с охотой, с очень большой охотой, потому что ситуация в жизни была такая, что надежда существовалась, была уверенность в будущем была. Но была ведь и добровольно-принудительная явка на демонстрацию, и те, кто отказывался, лишались многих благ. К примеру, продвижение по службе, отпусков в летнее время или льготных путевок на курорт. Хотя для многих жизнь в СССР привлекательна в первую очередь тем, что это были времена их молодости. Пусть мы в ситцевых платьях ходили, вот я даже лично про себя скажу, но какая у нас дружба была, как мы ей дорожили. Это моя любимая страна, она вырастила, дала образование, семья. Я жил прекрасно, у меня была машина, прочее, прочее. Я ездил отдыхать, все-все. Сейчас такого, конечно, нет. Но, как показывают данные последних выборов и социологических опросов, сторонников социалистической и коммунистической идеи в нашей стране становится все меньше. Поэтому вполне возможно, что через пару десятков лет о 7 ноября будут вспоминать лишь историки и журналисты. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. В эфире Вести Хакасия. События недели. И нашу программу продолжит разговор о том, почему уже сейчас стоит позаботиться о будущем урожая на дачах и участках. Сегодня у нас в студии менеджер компании «Биобан» по производству экологически чистых удобрений Галина Филиппова. Здравствуйте, Галина Владимировна. Здравствуйте. Итак, на носу зима. И все-таки хотелось бы понять, почему сейчас может быть актуален разговор об удобрениях? Ну, во-первых, потому что хороший дачник заранее побеспокоится о том, что ему надо эти удобрения приобрести. Мы же не каждый день в вашем городе. Потом, у нас на сегодняшний день еще идет обработка погребов и хранилищ, и плодов, заложенных на долгие хранения. И плюс у нас очень скоро пойдет подготовка к земле для рассады. Она у нас начинается, готовится где-то в январе, в феврале месяце. Приобрести удобрения наши уже нужно будет сейчас. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании и чем ее удобрения отличаются от других удобрений. Компания «Биобан» Алтайского края в городе Бийска занимается выпуском экологически чистых удобрений. Что значит экологически чистые? То есть мы при производстве наших удобрений ни грамма не применяем химии. Идет вытяжка чистых гуминовых кислот. Наши удобрения, они состоят из комплекса чистых гуминовых кислот, которых приходится 10-12 грамм на 1 литр. Это очень много. Это заменяет где-то, один наш пакетик заменяет где-то 3-4 машины навоза. Поэтому, когда мы говорим, что приобретая наше удобрение, вы исключаете сразу, что навоз вам надо будет приобрести, компост вам надо будет, минеральные удобрения, ничего этого не надо будет, наши удобрения заменят вам все. Плюс, какие у нас идут свойства наших удобрений? Гуминовые кислоты, чем они кардинально отличаются от всего остального, что есть у нас в удобрениях? Они одновременно, тяжелые металлы, всякие ядохимикаты, превращают в недоступную форму для растений, и тут же минеральные вещества превращают в доступную форму для растений. То есть, у нас получается, одновременно они делают все, что нам надо. У нас земля оздоравливается, и растения, плодородие почвы повышается, растения очень хорошо растут и чувствуют себя. Гуминовые кислоты – это какое-то изобретение импортное, или это наши специалисты? Нет, это наши специалисты, это вот компания «Биобан». Вот она первая, и у нас запатентована, и мы пока что единственные, кто выпускаем препараты, именно с чистыми гуминовыми кислотами. Все знаем, что плодородие почвы – это гумус, а основа гумуса – это гуминовые кислоты. Очень долго, значит, люди не могли сделать, чтобы это были чистые гуминовые кислоты. В основном это гуматы, которые при производстве используются щелочь. Но они землю потом закисляют. Да, в данный момент рост дан растению, но земля закисляется. Наши препараты раскисляют, расщелачивают, рассаливают почву. То есть, почва становится нейтральной. Многие наши, значит, растения любят именно нейтральную почву. Плюс, вот, допустим, даже проволочник, он живет в кислой почве. Применяя наше удобрение, почва раскисляется, проволочник уходит. Колорадского жука становится меньше. И еще, смотрите, у нас наши удобрения дают повышение урожайности на 20-40, в некоторых регионах даже до 80%. У нас идет, значит, прорастание семян быстрее, созревание плодов на 10-15 дней. Почему это происходит? Потому что, когда гуминовые кислоты сами превращают минеральные вещества в доступную для растений форму, у нас растения применяют, берут для себя удобрения тогда, когда им надо, в тот период вегетации, и столько, сколько им надо, и таких, как их надо. Когда мы вносим сами свои минеральные удобрения, мы как бы все равно стараемся дать побольше, да, как обычно, написано там совсем чуть-чуть, мы все равно стараемся побольше. Когда растение само знает, сколько ему надо и какого, идет правильная ферментация, идет правильное накопление витаминов. И мы получаем урожай где-то на 10-15 дней раньше, и плюс у нас получается очень вкусный. Все говорят, яблоки стали сладкими, помидоры даже стали сладкими, идет укропнение плодов. То есть очень много полезных свойств наше удобрение принесут. Скажите, а нет ли каких-то ограничений при использовании ваших удобрений? Абсолютно никаких ограничений нет. Во-первых, идет восстановление плодородия почвы. У нас выпускается два препарата – флора-С и фитопфлора-С. Флора-С идет, дает нам, что значит, как я уже сказала, боится со всеми ядохимикатами, превращает тяжелый металл в недоступную форму для растений, минеральные вещества превращают в доступную форму для растений. Фитопфлора-С борется у нас еще со всеми заболеваниями на растениях и на почве, с очень многими, там черная ножка, ложная мучнистая роса. Я не буду их все перечислять до ста наименований. И поэтому, значит, у нас, так как я сказала, экологически чистые препараты, нет абсолютно никакого срока. То есть на всех почвенно-климатических зонах, для всех видов растений, потому что идет именно восстановление плодородия почвы и борьба со всеми заболеваниями. И фитопфлора-С единственный препарат в мире, которым можно еще обрабатывать плоды, когда закладываете их на длительное хранение. Точно так же. Что вы имеете в виду длительное хранение? Ну, погреба. Вот, например, мы картошечку выкопали, морковочку, свеклуку, мы закладываем на длительное хранение. В течение зимы у нас все равно где-то что-то подгнило. Или еще, мы можем там, вот в прошлом году, допустим, лето было очень холодное и дождливое, очень многих урожай сгнил. Обрабатывая фитопом флора-С свои плоды, у вас 100% сохраняется урожай. Полностью она борется со всеми гнилостными вот этими заболеваниями. Такой вопрос. Сейчас что нужно садоводам делать в осенний период? Вот я сейчас говорю, вот сейчас еще можно обработать и погреба, и обработать, значит, плоды, которые заложены на длительное хранение. И уже можно комнатные растения, которые у нас цветущие, всю зиму удобрять. И подготавливать землю уже для рассады. Поэтому приходите, презентация пройдет у нас 14, 15 и 16 ноября в ДК «Победа» по улице Ленина, 69, с 12 до 14 часов. Там я вам дам полные рекомендации, как применять наше удобрение. И расскажу еще обо всех остальных их свойствах. Глена Владимировна, а где еще можно применять ваше удобрение? Продачников понятно, а вот сельхозпроизводители, могут они тоже обращаться к вашей продукции? Не могут, а нужно. Потому что, во-первых, все мы сейчас знаем, что рынок у нас, во-первых, открыт, пожалуйста, производите больше, сбыт будет. Потом, как я уже сказала, идет повышение урожайности на 20-30-40%. Плюс у нас исключается севооборот. Что значит исключается севооборот? То есть, как мы раньше, допустим, мы посадили на этой грядочке или на этом поле лук. Через два года у нас эта площадь заболела теми болезнями, которые присущи, допустим, этому растению. Мы стараемся его где-то на другом поле садить. Работая с нашими препаратами, у нас полностью земля остается здоровой. И не надо севооборот. На одном и тем же месте можно много лет садить одни и те же растения. И даже те земли, которые уже выведены у нас из севооборота, их можно вернуть, обработав нашими препаратами. И они опять будут плодородными и давать еще много лет урожай. Точно так же восстанавливается тепличное хозяйство. Опять в связи с тем, что не надо без конца оттуда землю убирать. Ведь теплицы как? Каждые 2-3 года заменяют землю. Работая с нашими препаратами, у вас на много лет одна и та же земля в теплице. Восстанавливается полностью тепличное хозяйство. Точно так же наши препараты сейчас применяют и в пчеловодстве, и в животноводстве, и в рыбном хозяйстве. За счет этой бациллы субсидцбактерии, которая у нас находится в фитофлороэс, это идет точно так же о оздоровлении водоемов. И, конечно, у нас там будет не раститься здоровая рыба. Галина Владимировна, а каковы нормы расхода ваших удобрений? Наши препараты выпускаются в сухом виде. Флороэс у нас идет пакет 30 грамм, фитофлороэс идет пакет 10 грамм. На весь период, значит, садоводу-огороднику требуется 3 пакета фитопа и 3 пакета флоры на 1 сотку земли. Там уже рассчитайте, сколько у вас соток земли, умножьте. Это экономически выгодно. Один пакет у нас стоит 50 рублей. То есть на 1 сотку вы потратите на весь период 300 рублей. Это начиная с подготовки земли для высадки рассады и заканчивая закладыванием плодов и овощей в хранилище. То есть, как я уже сказала, допустим, один пакет у нас заменяет 3-4 машины навоза. Посчитайте сами, насколько это будет вам выгодно. И плюс это экологически чисто. Мы оздоровим землю, мы оздоровим растения, и вы будете здоровы, употребляя в пищу плоды, выращенные на экологически чистых удобрениях. Давайте еще раз напомним, где можно будет приобрести ваши удобрения. Презентация пройдет в ГКЦ «Победа» по улице Ленина, 69, 14, 15 и 16 ноября с 12 до 14 часов. Приходите, пожалуйста, жду вас. Что ж, спасибо вам за интервью. Всего доброго. До свидания. Здоровья вам и богатых урожаев. Архив ГТРК «Хакасия» продолжает удивлять редкими кадрами. В начале 90-х в нашем эфире был показан материал о чатханистке из села Оршаново. По национальности Елена Рикерт-Немко, но она с удовольствием освоила игру на старинном инструменте. С тех пор в жизни Елены многое изменилось, в том числе и фамилия. И об этом она рассказала моей коллеге Аня Ахпашевой. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто попал в историю, а точнее в кадр архива гостелерадиокомпании «Хакасия». В одном из наших выпусков мы показали архив 1991 года. На нем русская девушка играла на чатхани. Сразу после выхода материала в эфир в нашу редакцию звонили те, кто узнал Лилию Рикерт. Оказалось, что она даже не русская, а немка по национальности. И сегодня она и ее педагог – гости нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Лилия и Валентина Ильинична Тюкпиекова. Расскажите, как вы узнали свою ученицу? Ну, чем-то я была занята. И как мельком увидела, слышу, чатхан звучит, и природа хакасская наша, и девушка русская-русская. «Так это же Лилия». Сразу узнала. Да, сразу узнала. Потом сказали, что позвоните, кто узнал эту девушку русскую, которая играет на чатхане. Давайте сейчас вспомним эти кадры. Еще раз посмотрим. Валентина Ильинична, вы в то время были начинающий педагог? Это был ваш первый набор, так скажем? Да. В 1984 году по направлению я приехала в Ашамскую музыкальную школу. По специальности я дам риска, а как оказалось, меня пригласили как чатханиста. Ну вот, мне пришлось, как бы, уча детей, учиться самой. Вот Лилия была единственным не хакасским ребенком в вашей группе, или таких детей было много? Тогда она была одна. Самородок. Да, когда ее привела мама, такую рыженькую, с рыжей косичкой девочку, вот они стали заниматься. Она оказалась такая исполнительная, и все, что я скажу, все исполняла, все выполняла. Но как не заниматься с таким ребенком? Лилия, а вы сами помните первые шаги по освоению именно этого музыкального инструмента? Тяжело давался? Либо сразу, может быть, заинтересовал и получалось? Мне понравился инструмент сразу, очень. Мне всегда хотелось играть на пианино, а тут совсем другой инструмент, щипковый. И заниматься много приходилось. Да, национальные инструменты в вашей жизни так и остались. Сегодня, к сожалению, в студии нет чатхана, но у вас в руках, расскажите, что это. Да. И как он к вам попал? Мы, кроме того, что играли на чатхане в школе музыкальной, еще играли на различных других инструментах. В оркестре также его организовала Валентина Ильинична. Там были и Агас Хомес, который называется деревянный Хомес, мы играли, и вот Тимур Хомес. Постепенно, постепенно как-то тянулась я в это. И когда уже школу закончили, уже поехали учиться дальше, ну, чатхан с собой не возьмешь. А так хотелось, чтобы где-то сыграть в обществе, потому что кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то еще чем-то занимался. И вот я освоила Тимур Хомес. Ну, замечательно. Вообще, наверное, всегда появление в ваших руках национальных инструментов вызывает особый такой восторг. Как ваши родные, друзья, близкие сегодня в вашей жизни воспринимают, когда слышат ваше исполнение? Они гордятся, им нравится. Меня всегда поддерживают в семье моими увлечениями, занятиями. В те времена часто нас снимали. Ну, приятно удивлена была, конечно. Ну, мы теперь можем сказать, что это видео станет вашим семейным архивом, потому что, ну, по традиции нашей программы мы его дарим. И вам особая благодарность за то, что вы из Аршанова приехали к нам поделиться своими воспоминаниями. Спасибо еще раз. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды стали героем журналистского материала гостелерадиокомпании «Хакассия», обязательно звоните к нам в редакцию. Будет интересно вспомнить вместе. Увидимся. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова